В новом учебном году в сфере образования нашего региона запланировано внедрение ряда нововведений, направленных на цифровизацию учебного процесса. Одним из ключевых проектов станет инициатива «Цифровой учитель», которая стартует в 137 школах и направлена на поддержку учащихся и социально уязвимых групп. Об этом сообщил руководитель управления образования области ЧИЦУ Марат Сулейменов во время традиционной августовской конференции с участием педагогов нашего региона. Тему продолжит Айгерм Купаева. Педагоги края ЧИЦУ успешно завершили учебный год, продемонстрировав устойчивый рост качества образования. По сравнению с предыдущим годом уровень знаний вырос практически на 1,5%, а средний балл выпускников поэнты составил около 84,5%, что более чем на 2 балла выше показателя прошлого года. В итоге область ЧИЦУ в разрезе республики занимает шестое место, сделав заметный ревок на 6 позиций по сравнению с прошлым годом. Достигнутые успехи свидетельствуют о том, что педагогический коллектив региона неустанно работает над повышением качества образования и созданием благоприятных условий для обучения. В предыдущем учебном году в мониторинге образовательных достижений участвовало 80 школ. Город Талдыкурган и Панфиловский район продемонстрировали высокие результаты, тогда как Аксусский, Алакольский, Кирбулакский и Каратальский районы не достигли требуемого уровня. В этом году запланирована государственная аттестация для 139 образовательных организаций, проведены 39 аттестационных процедур и 4 школы успешно прошли проверку. Остальные учреждения прошли переаттестацию, однако 4 и 9 классы из 5 школ не смогли достичь предельного уровня тестирования. Как отметил глава края Житусуби Бэтысабаев, в регионе активно ведутся работы и по устранению нехватки ученических мест в ряде районов. В текущем году идет строительство пяти новых школ на 2400 мест. Из них два учебных учреждения строятся по проекту «Комфортная школа». В Панфиловском районе 48 школ. Основная проблема в нашем районе есть нехватка обучающих мест. И поэтому на основании национального проекта «Комфортная школа» в районе строится комфортная школа на 1200 мест. И все родители ждут окончания этой школы. Рост строительства этой школы идет на высоком темпе. Мы надеемся, что с окончанием строительства этой школы разрешится проблема, нехватка мест для обучающихся. Но в этом году нам построили новую школу на 120 человек учащихся. Школа у нас очень хорошая. В старой нашей школе не было буфета, не было у нас столовой, не было спортзала. А сейчас в нашей новой школе есть и спортзал, и буфет, и актовый зал. И самое главное, наши дети не будут ездить в другое село, например, в район. В одну школу у нас Бигайша Кундахпаева, номер первая школа, туда ездят у нас 7-6 человек, если я не ошибаюсь. А в Медиубай Курманово туда у нас ездят 23 учащихся. В данный момент ездили до этих дней. В целом в области ЖТСУ, как сообщил Бибет Исабаев, в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется масштабное строительство новых образовательных учреждений. К концу года уже будут сданы в эксплуатацию 4 школы, а в ближайшее время начнется возведение еще 5. Таким образом регион получит существенное усиление образовательной инфраструктуры, что позволит обеспечить комфортные условия для обучения подрастающего поколения. Также в рамках национального проекта «Комфортная школа» в области планируется строительство еще 5 школ, это 2025-2026 год. На укрепление материальной технической базы в этом году было выделено около 3 миллиардов тенгеев. Если в прошлом учебном году было приобретено всего 45 предметных кабинетов, новые модификации, то в этом году 51 кабинетов есть запланированных, 78 уже установленных. На приобретение учебников и учебно-методических пособий было выделено 1,6 миллиардов тенгеев. В своем обращении к нации глава государства подчеркнул, что цифровизация является одним из приоритетных направлений развития страны. Таким образом, на пленарной сессии педагогов не остался без внимания и вопрос обеспечения образовательных учреждений высокоскоростным интернетом. Для комфортной работы с учебными программами в этом году 55 сельских школ области ЖТСУ получили доступ к интернету через спутниковую сеть «Старлинк». В школе имени Ахына Хабанжарау, где я работаю, ранее была очень слабая сеть интернет. На сегодняшний день скорость соединения достигла 150 мегабит в секунду, что значительно улучшило доступ учителей к цифровым платформам и дало возможность школьникам широко использовать интернет-ресурсы. Мы благодарны Акиму области за создание таких условий. Также на августовской конференции обсуждалась инициатива по внедрению в образовательные учреждения проекта, направленного на повышение этической и правовой грамотности учащихся. Проект «Менторство» представляет собой структурированную программу, которая направлена на взаимовыгодное сотрудничество между наставником и ребенком. В качестве пилотной площадки для реализации проекта были выбраны школы города Талдыкурган и Панфиловского района, а также все районные центры края ЖТСУ. Я работаю в школе по девяти направлениям. В частности, я провожу тренинги, на которых разъясняю права и обязанности подростков, организую лекции по профилактике буллинга и киберзапугивания, а также наркомании и игровой зависимости. Я занимаюсь обучением финансовой грамотности, организую мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и помогаю выпускникам осознанно выбирать профессию, акцентируя внимание на профориентации. В региональной конференции приняли участие 500 педагогов и еще 2000 человек в онлайн-формате. В завершении пленарной сессии за особый вклад в воспитание подрастающего поколения ряд учителей области был удостоен благодарственных писем, грамот, а также нагрудных знаков имени Ибарая Алтансарина и медалей «Почетный работник образования и науки Республики Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова